привет всем вы на канале чайный спект сегодня у нас вторая часть обзора xiaomi play если вы пропустили распаковку обязательно пройдите по ссылке под роликом итак я проходил с ним дольше недели сегодня я поделюсь тем какие впечатления у меня остались готовы поехали но сначала давайте подробнее разберемся что это за девайс за 1099 я не как я уже говорил xiaomi выпустила только одну модель play с четырьмя гигабайтами оперативной и 64 постоянной памяти есть три версии цвета есть синий как у нас черный и красный нигде не нашел точной информации о корпусе но по ощущениям корпус телефона полностью выполнен из пластика вообще без металлических вставок даже по краям как было написано в одном из комментариев на морозе телефон не будет примерзать к рукам может быть может быть внешний телефон выглядит очень хорошо большой экран с высокой контрастностью очень четкая full hd плюс картинка с разрешением 1080 на 2280 пикселей кстати это первый опыт сяоми где они сделали не монобровь а аккуратную челку для фронтальной камеры рамки по краям экрана не одинаковые по бокам и сверху рамки очень тонкие а вот снизу она довольно широкая наверное была какая-то техническая причина почему ребята решили немного испохабить внешний вид этого девайса как показал cpu си в телефоне установлен восьмиядерный процессор mediatek helio p35 с графикой power vr g и 8320 частота процессора до 2,3 гигагерца в antutu телефон показал скромные восемьдесят шесть тысяч баллов но опять же если учесть цену то это хороший результат и хочу вам сказать что мы еще не добрались до самого интересного звук оказался на уровне не думаю что кто-то будет придираться к качеству звучания в этом девайсе и bluetooth наушники и обычные проводные наушники звучали хорошо стандарт aptx для bluetooth поддерживается звук был приемлемый если вы меломан то наверное вам будет лучше выбрать что-то из мэйдзу но а если вы не очень притязательны к звучанию музыки и вас вполне устраивает качество mp3 то звук вас более чем порадует я пробовал и wave и флаг форматы все звучало одинаково хорошо в телефоне установлена батарея объемом 3000 микроампер часов без сильной нагрузки телефон легко проработает полный рабочий день можете немножко поиграть посмотреть видео и посидеть в интернете так что автономность неплохая учитывая цену телефона не стоит рассчитывать на супер производительность хотя сяоми говорит о том что в телефоне есть оптимизация под все топовые игры players unknown battleground пошел на высоких параметрах с подтормаживанием на максимальные параметры не получилось поставить просто железо не позволило ну и самое интересное камера тут ребята не подкачали довольно скромный по сегодняшним параметрам двойной фото модуль на 12 2 мегапикселя основной камеры в паре с фирменной интеллектуальной системой обработки фотографий от сяоми работает великолепно только пару раз ручном режиме мне получилось добиться более точной передачи цвета чем в автоматическом режиме ночные фотографии получаются глубокими и насыщенными правильно выставляется параметры съемки о дневных фотографиях можно и не говорить все очень здорово мне понравилось для тех кому интересно оригиналы фотографии как обычно будут выложены в облаке ссылка под видео фронтальная камера на 8 мегапикселей тоже отрабатывает хорошо селфи получаются качественные в зависимости от выставленного режима вы можете делать фотографии с четким фоном или с размытием так называемым бог ну и напрашиваются выводы недостатком этого телефона можно отнести именно то что мы бы занесли в преимущество а именно цена она низкая но с другой стороны невозможно за такие деньги воткнуть в телефон хоть какое-то приемлемое железо оперативки достаточно 4 гигабайта вот процессор слабоват так что его нельзя позиционировать как игровой телефон преимуществом обязательно нужно ввести качество фотографий с обработкой интеллектуального помощника от сяоми также сюда можно отнести последнюю версию оболочки миюай 10.1 вот и все остается открытым вопрос по поводу подарочных 10 гигабайт интернета как эта опция будет реализована за пределами китая и будет ли она вообще непонятно но я вам скажу что и без этих 10 гигабайт телефон достоин своих денег а на этом у нас сегодня все оставляйте свое мнение по поводу этого девайса в комментариях делайте запросы на устройство которое вы хотели бы увидеть у нас в обзоре и обязательно подписывайтесь пока